Два полёта по полтора часа, порядка 20 спасателей и пилотов. В Ненинском округе прошли масштабные совместные учения по спуску на воду и землю. В них приняли участие сотрудники авиационно-поисково-спасательного центра Северо-Запада, Наринмарского авиаотряда, РПСБ и поисково-спасательная служба Ненинского округа. Порядка 30 метров до земли вертолёт и тоненькая лебёдка. Для спасателей, которые приняли участие в тренировочных спусках и подъёмах на воду, самое сложное — это, конечно, преодолеть психологический барьер. Тренировка была проведена в два этапа, два полёта по полтора часа. За это время, рассказывает организатор учения Валерия Стопчук, успели восстановить навыки спусков у пяти экипажей. Ещё три были вновь обучены и подготовлены. В этом году мной было принято решение за счёт средств Наринмарского отряда провести совместные учения с поисково-спасательной службой именно у округа, потому что на протяжении многих лет мы такие учения не проводили, потому что и служба была вновь организована, у них не было подготовленных специалистов. Поэтому для учения были привлечены специалисты, которые имеют необходимую подготовку. Это выпускающие, это руководители тренировки, авиационно-поисково-спасательного центра Северо-Запада. Такие тренировочные спуски необходимо проводить регулярно, считает Валерий Евгеньевич. Не менее 12 часов в год. Цена вопроса порядка 2 миллионов рублей. Окружные власти готовы пойти навстречу и помочь с финансовой стороной вопроса. Конечно, мы будем работать в округе, чтобы на следующие-последующие годы выделялись средства на такие тренировки. Сейчас мы согласуем планы подготовки спасателей и требования по экипажам на следующий год, чтобы согласовать количество часов и те необходимые упражнения, которые надо отработать. Подготовка как пилотов, так и аварийно-спасательных служб на воде становятся особо актуальными сейчас, когда регион вошел в арктическую зону. Следующее учение планируют провести уже в октябре этого года. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север.